добрый день мы приветствуем вас на портале экзегет вы спрашиваете совместимы ли смирение и защиты своих прав в евангелии у христа просят подать и петр приходит к нему и говорит надо дать подать христос говорит мы свободны от податей но тем не менее говорит чтобы не искушать людей пойди брось удочку поймай рыбу найдешь у нее в желудке монету и пойди отдай тем кто собирает подать и изменяя за себя знаменитые слова христа том что кесарю надо отдавать кесарю а богу божие то же самое смотрите как есть закон уголовный ли закон административный ли закон которым люди руководствуются для того чтобы решать возникающие между ними недоумение и этого права человеческого никто не отменял как-то к христу если помните пришли два брата и один говорит господи раздели между нами имение у нас вот есть спор о том кому принадлежит имение христос сказал кто меня поставил над вами до судить вас и рассуждать между вами закон человеческий который создан по договоренности между людьми создан именно для того чтобы решать возникающие между ними имущественные всякие другие противоречия и если мы живем в определенном государстве с определенными сводами законов мы можем быть с ними согласно или не согласно но тем не менее в избежание анархии и всякого хаоса мы с вами пользуясь пользуемся этим законодательством для того чтобы решать возникающие между нами вопросы это правильно разумно это культурно это некая такая тоже общечеловеческая ценность возможность договориться между собой посредством закона другое дело если ты хочешь выйти из-под этого закона и выяснять отношения с другим человеком по-христиански то здесь возникают сложности потому что есть несколько условий для этого во первых не только ты должен быть христианином но и тот с кем ты собираешься судиться если ты христианин и он христианин то скорее всего вы будете уступать друг другу не помню кажется в отечнике два брата два монаха не помню как точно то ли они хотели обидеть друг друг то ли испытать друг друга и так не смогли договориться кто из них первый скажет слово настолько они были оба смиренные исполнены любви да поэтому я думаю что если найдешь такого христианина и если определенным образом так бывает между вами возникнет какая-то тяжба относительно того кто первый должен пройти в дверь или там чей дом или какое-то еще другое имущество ну то посмотри сможешь договориться по-христиански без суда то это будет прекрасно и замечательно и высоко сможешь найти в себе смирение чтобы все отдать и таким образом исполнить евангелие во всей его полноте вообще замечательно знаете большинство прислаем их вами вопросов они могут и не задаваться если мы с вами христиане такие как это требует от нас христос и евангелие внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео